АПОЧНЯ ПАДІЙ В ОБЛАСТІ У МАТРЯЛАХ КОРЕСПАНДЕНТА У ТОЛЕ РАДУЮ КАМПАНІЯ ГОМЕЛЬ У студии Натальи Игнаценко Доброй РАНІЦЕЙ ГЛЯДІЦЕ У ГЭТЫМ ВЫПУСКУ У РАМКАХ РАСПУБЛІКАНСКАЯ ДАБРАЧЫННАЙ АКЦЦІЇ ЦУДЫ НА КАЛЯДЫ У ГОМЕЛІ ПРАЙШЛО НАВАГОДНЯЯ СВЯТА ДЛЯ ДЯТІЙ УНІКАЛЬНЕ ПРАГРАМНАЯ ЗАБЕЗПЯЧЕННЯ, АНАЛАГА У ЯКОМУ НЕМА У СВЕТІ, СТВАРАЮЦЮ ГОМЕЛЬСКІМ ДЗЯРЖАВНЫМ ТЫХНІЧНЫМ УНІВАЦІТІЦІ ИМЯ СУХОГА И БОЧШ ПАДРАБЯЗНА АБГЭТЫМ И НЕ ТОЛЬКІ У ЧАРОВНЫЮ КАЗКУ ЗАПРАСІЛІ ДЯТІЙ ОРГАНІЗАТІРЫ РАСПУБЛІКАНСКАЯ ДАБРАЧЫННАЙ АКЦЦІЇ ЦУДЫ НА КАЛЯДЫ ПРАСТАВНІКІ АБЛАСНОЙ ПІЯНЕРСКІЙ ОРГАНІЗАЦІЦІЇ И БРСМ РАЗАМ З АРТЫСТАМИ ГОМЕЛЬСКАГА МАЛАДЁЗНАГА ТЭАТРА ОРГАНІЗАВАЛІ ДЛЯ МАЛЕНЬКІХ ГАСТЕЙ НАВАГОДНЯЯ СВЯТА ДЕТІ ПРАНІЛІ У ДЕЛУ ТІКАВЫХ КОНКУРСАХ УБАЧЫЛИ СПЕКТАКЛІ И ОТРЫМАЛІ ПАДАРУНКІ ПАДРАБЯЗНАСТЮ У МАТРЫЯЛІ ВЕРОНИКІ ВАРАШИЛІНОЙ Прыгожая новогодняя представление у Гомельским городским молодежным театра объеднала выхованцы у дитячих домов и школ-интернатов сажмодетных и малозабеспеченных семью, дятей с обмежованными махчымастями. Усяго больше 200 школьников из областного центра и Гомельского района. Яны стали удельниками масштабной республиканской акции «ЦУДЫ НА КАЛЯДЫ». Гэта што годовое суместное мероприемство на Гомельшине яго традиционно проводить представники областной пионерской организации и БРСМ. Символ акции – червонные рукавички, яке для структуры тимкнений пионеров Тимуровца и волонтеров БРСМ у новогодние и калядные дни окружать увагой к лопатам дятей, які у гэтым мают потребу. Данные акции проходят в каждом районе индивидуально, в каждом районе проходят свои утренники и ёлки, где активисты Союза молодежи и пионеры Тимуровцы организовывают их и проводят. В прошлом году мы помогли более чем 3000 детям. Я думаю, что в этом году не менее охват нашей акции будет, а я думаю, что даже будем стараться и больше помочь. По час новогодней программы дети приняли уделу цикавых гульних и конкурсов с Дедом Морозом и Снягуркой. Затым артысты Гомельского городского молодежного театра перенесли юных гостей в соправдную святочную казку. Спектакль «Принцесса-генералы» – это веселая музычная история про два соседние королевства, помеж якими возникают конфликты. Однако щирое кахание принца и принцессы оказывается мацней ворожосте, и у вынеку всё заканчивается миром. Организаторы отбрачинной акции «Цуды на каляды» так само, что вот объедновывают свои намагания для добрых справ. Разом я наимкнуться, хопить, як мага божь дятей, как кожному з'их подарить радость и добрый новогодний настрой. Очень приятно, что мы живём в мирной стране, имеем возможность дарить подарки, дарить тепло, дарить какие-то пожелания очень тёплые, при этом понимая, что над нами мирное небо, при этом понимая, что у наших детей очень хорошее будущее. А всё, что нужно для того, чтобы это будущее было, у нас есть. У нас есть великолепные возможности, у нас прекрасное образование, у нас ряд других преимуществ, которые сегодня позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадуя компания «Гомель». Маленьких пациентов офтальмологичного отделения областной специализованной клиничной больницы наведали активисты Белорусского союза «Жанчин», «Червоного крыжа» и «Гомельского медицинского колледжа». На лечении сюда накеровывают детей из всей в области. Зараз тут находится 45 человек. Многие перенесли хирургичные умешания и в новогоднюю ночь застанутся у больницы под наглядом урачов. Кабстварить детям святочный настрой, студенты медицинского колледжа подрыхтовали спектакли. Представницы Белорусского союза «Жанчин» и «Червоного крыжа» поручили детям солодкие подарунки. Мы очень благодарны союзу, что они всегда не обходят наше отделение вниманием, всегда помогают устроить праздник, всегда радостно, весело. И это проходит всегда с такими концертами, что наши дети всегда их ждут, готовятся, сами праздник всегда делают. Мы всегда их очень ждем и любим. История сябровства больницы с громадскими организациями и колледжем почалася больше, как 10 годов тому. До речи на гэтым акция доброчинцев не заканчивается. У их планах так само наведать с подарунками еще некольки установу. Вы знаете, уже сложилась такая традиция, что мы в преддверии Нового года посещаем именно детские отделения, больниц, поедем обязательно в живицу, поедем в дом престарелых, чтобы как-то скрасить, поздравить людей. Возможно, дети с района, они не видят родителей. Может быть, и процессы здоровления будут идти быстрее, если они получат такие эмоции, подарки. И мы таким образом поможем им тоже исцелиться. Уникальное программное забеспечение, аналога у якому нема в свете, створают и Гомельским державным техничным университетем мясо сухого. Распрацовка ведется суместно с медиками областной больницы и в будущем не дозволить зарабить прорыв в медицине и дать шанс десяткам пациентов с захворваннями позвоночникам. Два рентгеновские сдымки и компьютерная томография. Литерально прозгод. Гэтага будет достатково, как продбачить заход хирургичного умешальницства и позбегнуть усех махчимых ускладнений. Узять такую высокую планку медицине, да поможет специальная компьютерная программа, якей распрацовкой зараз займаются 13 человек. Выкладчики, студенты, ГДТУ и мясо сухого суместно с медиками областной больницы. Идея пришла неожиданно. К нам обратились представители областной больницы и попросили помочь им. У нас в стране, насколько мне известно, таких разработок не проводится. В мире, конечно же, различные, скажем так, различные степени разработки есть. Я бы так классифицировал, что это достаточно на серьезном уровне. Можно сказать, даже на мировом уровне мы сейчас начинаем работать. Программное забеспечение складается из некоторых компьютерных программ, аналоги яких уже створены и працуют за межоек. А что у тебя на некольки тысяч долларов? Белорусское выноходництво по сутности, объединяя гэты особные программы у одну. Уодрознение от статичных рентгенств дымков, отриманная модель дозволить оценить позвоночник человека в 3D-формате. По моему мнению, у меня одна из самых главных ролей, то есть это именно разработка вот этого внешнего вида программы, то есть интерфейса, то, что будет видеть врач, и то, чем он будет пользоваться. Именно работа с изображением, причем довольно-таки новый, скажем так, для нас формат, то есть именно работа с медицинскими изображениями. То есть это уже опыт такой, что можно как бы себе в серьезный плюс ставить. С минимальными материальными затратами станет махчумым полепшить якость допомоги пациентам за малюсими видами дегенерационно-дистрофичных захворываний у позвоночника. Программа дозволит спрогнозовать ход лечения и скорректировать его, как досягнуть успехового вынеку. 80% населения страдает дегенеративно-дистрофическими заболеваниями и около 10% становятся инвалидами на фоне этого заболевания. То есть это крайне социально-экономически значимая и важная тема для Беларуси. Возможно, какие-то методы консервативной терапии и реабилитации необходимо использовать на более ранних этапах, а не выполнять хирургическое вмешательство, что позволит, соответственно, сократить операцию. И если ее надо делать, то она будет выполнена уже по показаниям со стороны улучшения клинической картины. Целый год программисты выучали медицинскую литературу, наведывали операционные отделения больницы и писали программные коды. Завершить работу плануют до конца 2017 года. Ся род идея, чтобы подключить элемент штучного интеллекта, чтобы программа смогла не просто давать урачам информацию для анализу, но и самостоинно его проводить. Зараз ее тестируют в областной больнице. Программа уже оценила маль паусотни клинических выпадков. Об широком ухранении, по коль говорке, не ма, но навод в недопрацованном выгляде ее стали цикавиться и иншие медустановые. Ся род их, третья Гомельская городская больница. Если все планы программисты у вас обицы, то празгод, колька с тяжких выпадков опорно-рухольного аппарата и головной инвалидности можно будет скратить вдвоя. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерэдо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Натариальные конторы Гомельской округи у святочные выходные меняют график працы. В субботу 31-го Снежня установы будут примать наведывальника у тольки до 15-ти годин. Другого студене в регионе працевать будут усяго 5 натариальных контор. По одной у центральными советским районах Гомеля и по одной у Мазыры, Речицы и Светлогорску. У новогоднюю ночь рестораны и кафе у Гомеля будут працевать до 6-ти годин ранницы. Что тычется крама, то до 7-го студене режим их працы продолжены. Первого студене объекты громадского гандлю будут працевать с 10-ти ранницы до 6-ти вечера. Это не за кране, только круглосуточные магазины. Другого студене все гандлевые объекты повинны працевать по звычайным графику. Ежеские хлебопеки отримали сребранный медаль на республиканском агляде якости кондитерских выработок. Причем это не первая ознагорода, якой отзначается працами особых специалистов. Олег Сенцеров познайомился с оправдными майстрами. Об такой разностаенности продукции на полицах году 30-го можно было только марить. Правда, за минулый час заменився не только ассортимент, а и сам покупник с тобой больше потребованием. Теперь ему хочется, чтобы было не только шмат, а и еще и корыстно. Серебряная медаль республиканского агляду якости кондитерских выработок на хлебозаводе Ельского района госпожевецкого товариства оценили не просто как перемогу, а и подтверждение правильности взятого на керунку. Сегодня на рынке хлебобулочных выработок конкуренция такая высокая, что притягнуть покупниками на вид своей продукции вельми не просто. У Ельску вы решили извернуться до старожитных рецептов, как хлеб был, как у бабули, смачным и заховываясь протягивать час. Происходит брожение, и за счет молочнокислых бактерий, которые имеются в муке, происходит рост хлеба, и смесь хлеба настолько натуральная. Нет никаких улучшителей и добавок. Ельский район на Гомощине напоен на один из них шматлики, где проразуют одразу пять майстров-поваров. Это наивысшая категория, когда человек может не просто нечто смешно приготовить, а научить своему мастерству инших. Причем двое из этих майстров, ясше и призеры, третьего международного кулинарного фестиваля. Теперь Людмила Лось и Татьяна Федюкевич постоянно распроцовывают новые стравы, чем приемно сзявляют гостей мясовых кафе и ресторана. Мясо-сюрприз – это свинина, запеченная в духовке с яблоками. Отбивается свинина, внутрь фаршируется яблоками, заворачивается рулетиком, запекается в духовке. Свинину подаем с яблочно-мятным соусом. Яблоко блэншируем вместе с мятой, взбиваем в блендере, оформляем на тарелке, подаем. Мы можем рыбу подать с апельсином с фруктами, потом мясо с яблоком, креветки с мясом. И потом смотрим, сочетается оно, это блюдо, или не сочетается. Вкусовые качества, конечно, чтобы были. Гамельчан с надыходящими святами повиншовала студия моды Сергея Нагорнаха. Яркий новогодний показ представили в учни гомельского филиала. Тематичное новогоднее шоу произошло в стиле «Алиса Украине Цудау». Усяго за некольки хвилин треба раскрыть створчий вобраз. До выхода на подыум модельники рыхтовали 7 месяц, шили костюмы у студии и створали уникальные вобразы сами. На подыуме як маленькие модели, так и дорослые дзявчины и хлопцы. Педагоги с хвалеванием подтримливали своих выхованцев за кулисами. Модельное агентство арт-мода мы принимаем где-то от 5 до 25 лет. Обычаем, основными нашими дисциплинами являются искусство дефиле, фото-мастерство, актерское мастерство, основы макияжа и гигиены модели, фитнес, аэробика. Буквально недавно открывался самый большой торговый центр в Белоруссии, галерея Минц, в котором наши модели принимают участие как демонстраторы одежды и отличились своим профессионализмом. Про самые значные падеи уже циргие на угод культуры, а так само новогоднее мероприемство сёння подзе размова у программе «Деялог». Гостей студии станет начальник Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Аблова Конкама Ирина Даугала. Глядите программу «Деялог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-3» у 19.20 хвилин. Номер телефона у студии 77 68 45. Выники спортивного года подвяли у Гомельским державным в училище Олимпийского резерву. Гэта специализованная установа заусёды займае лидирующие позиции в Украине и заступае только республиканскому. Основная задача – подрыхтовка спортивного резерву для национальных команд Республики Беларусь по 12 видах спорту. Выпускники и наученцы Гомельского училища Олимпийского резерву заусёды демонструюць высокие выники на престижных спаборництвах. Так, у Олимпийских гульнях 2016 года примали у дел 12 выпускников установы. Сирот их – сребраный призёр Мария Мамашук и бронзовая Мария Литвинчук, Надея Лепяжко, Маргарита Махнева, Вольха Худенко, Джавид Гамзатау. Сё лета наученцы в училища становилися призёрами и переможцами першинства у Европы и свету. По выннякам спортивного года были отзначены лепшие тренеры установы. Гоноровые грамоты так само уручены наученцам, якие сё лета досягнули поспехов на спортивных подмостках в учобе альбо громадской деятельности. Одна из основных задач на будущий год – надать большую увагу выховавчему моменту. Юные олимпийцы Гомельщины повинны быть прикладом для инших не только у спорта и в учёбе, а и в дисциплине. У нас сегодня тренеры, к сожалению, понимание такое, что вот я спорт и всё, а уже вопросы там воспитательные, они как бы уходят на второй план по дисциплине. Поэтому, ну, это не так. Сегодня мы должны даже работать с тренерами, с учащимися, что если ты представитель училища Олимпийского резерва, ты представляешь нашу страну на международных соревнованиях. Поэтому, конечно же, мы хотим, чтобы наши учащиеся были достойными гражданами нашей страны. Выглядели ранешний информационный выпуск телерадою компании Гомель у студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова